В последнее время в травмцентр народ только пребывает и пребывает. Оно и понятно – зима. А значит, гололед на дорогах и, как следствие, многочисленные переломы, ушибы, вывихи. Страдают все – от мала до велика. У лица пожилого возраста получается одни травмы, у более молодых другие травмы. У лица пожилого возраста, как правило, бывает очень много переломов в ущевых костей. При падении человек пытается как-то смягчить падение, он упирается на руку. При падении появляется переломы в ущевой кости. А у молодых, в основном, когда они поскальзываются, они пытаются балансировать, удержаться, у них при повороте толщи происходит поворот. Стопа стоит на месте, толщи поворачиваются, и происходят переломы лодыжек. Доктора настоятельно советуют избегать скользких участков. Только как же их избегать, если ходить больше негде? Свободны от гололеда только проезжая часть, а тротуары песком не посыпаны. Вот и спешат люди, казалось бы, по делам, а в итоге попадают к врачам-травматологам. Кто сам, а кого привозят? Например, Александр привез свою тещу, сломавшую руку на скользком тротуаре московского района. Поспешила, упала, да, и сломала руку. А Ольга Павловна пострадала от гололеда в противоположной части города, в районе торгового городка. При падении женщина повредила обе руки. Ой, падают, ну что вы не видите, это ведь все падение кругом. Не просто так сидят тут люди. А у всех, вот у бабушек почему-то в основном у всех руки поломанные. Видимо, страдать людям аж до самой весны. Время идет, дорога все такая же скользкая, а переломы и ушибы все такие же болезненные.